В Краевеческом музее состоялось торжественное открытие выставки, посвященной году педагога и наставника. На экспозиции представили кубки, грамоты, пояса, предметы-символики и другие достижения именитых спортсменов города. Выставка готовилась в содружестве со спортшколами города, со спортклубами, спортсменами, тренерами. Потому что сегодня на открытии были именно тренеры, вы видите, не было детей. Но эта выставка прежде всего для молодежи. То есть сегодня мы пригласили тренеров, для того, чтобы они в узком кругу пообщались, увидели друг друга, действительно вспомнили о своих победах, которые уже достигнуты, и поговорили о своих планах на будущие победы. Открытие посетили представители администрации, которые непосредственно связаны с большим спортом. Копейск – город уникальный, и те заслуги, которые есть у копейских спортсменов, наверное, тяжело найти такое количество заслуг в другом равнозначном городе на 150 тысяч населения, как и героев Советского Союза, так и героев трудовой славы. Поэтому мне сегодня хочется пожелать, чтобы наставники в нашем городе появлялись и становилось больше для того, чтобы копейский спорт и наши копейские ребята достигали самых высоких вершин. Не случайно здесь собран тренерский состав, потому что тренер – это у нас и педагог, и наставник. И зачастую и отец, и мать в одном лице, потому что сколько падает на тяжелую долю тренерского состава, может знать только тренер. От себя хотел бы пожелать здоровья и успеха на этом тяжелом, нелегком пути. Спортсменам, конечно же, обойтись без травм, а тренерам – терпение и успеха. С приветственным словом выступил заслуженный тренер страны Игорь Ивашин. Не так давно его воспитанница Эльвира Седухина вновь завоевала чемпионский титул. Девушка второй год подряд становится чемпионкой России. А наша с вами задача, чтобы все наши учащиеся, наши спортивные школы, тренеры, своими группами пришли сюда. И чтобы спортсмены юные посмотрели на достижения города, как это все происходило, с чего начиналось и так далее. Всем присутствующим хочу пожелать здоровья. Но все все равно в конечном итоге в области спорта зависит от нас, с вами, кто находится в этом зале. Выставка будет работать в музее почти до конца года. Посетить ее может любой желающий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...